сегодня также мы поговорим об арбитраже умер он или нет есть возможности арбитражить еще или нет и что в целом такое арбитраж вот арбитраж это чаще всего совершение сделок с одними тем же базовым активом это либо а дырки с акциями либо фьючерсы на разных площадках либо акции на разных биржах то есть желательно чтобы был один и тот же базовый инструмент базовая актив вот и чаще всего битвы называют меж биржевой меж и цен площадковый арбитраж когда на одной бирже покупаются актив по более дешевой цене и сразу же в этот же момент реализуется на другой бирже вот один из примеров как сейчас работает арбитраж это у нас золото приведенных долларовой стоимости золото которое торгуется в индии и золото на семье вот мы видим что между ними постоянно происходит отклонение связано это в основном с активными сессиями так как разные торговые сессии это первое второе разные пошлины регуляции все с налоги и так дальше поэтому чаще всего происходит небольшие отклонения которые достаточно быстро нивелируется вот здесь также конечно играет роль с дополнительный спрос который порожден там не знаю девальвации национальной валюты еще чего-то потому что это я привел к одной стоимости но в головах у людей может быть такая ситуация что скоро моя национальная валюта будет дешеветь там переживание страх вот нужно что-то купить куплю золото и в этот момент на этой площадке локально будет всплеск спросу и в этот момент мы увидим чуть больше чуть ярче движение ярче динамику ниже на нежели там не знаю на цель и вот поэтому если у вашего брокера есть возможность открывать позиции одновременно на разных площадках используя разные разные фьючерсы то это неплохая возможность для того чтобы по арбитраж чаще всего под такую историю пишутся алгоритмы которые это все делают самостоятельно без грубо говоря вашего участия но руками также это можно делать здесь отклонение хоть и не супер большое не сотни процентов но как вы видите даже здесь отклонение каких-то там 08 процента присутствует а 08 процента для золота это неплохое отклонение комиссию точно удаст отбить еще что-то заработать такая же история она и с акциями происходит apple на разных биржах торгуется и в швейтарии и в мексике штатах вот соответственно и за счет национальной валюты и за счет разницы в тайм зона происходит отклонение которые со временем нивелируются вот и поэтому есть смысл рассматривать это я выбрал просто старые данные так как здесь яркие отклонения были на несколько таких супер ярких отклонений вот поэтому на это уже с учетом при маркета если что поэтому меж биржевая цельсия там гэп там гэп это учтено все все хорошо то есть такие арбитражные возможности они присутствуют не существует особенно между теми бумагами которые например китайские бумаги которые адрки торгуются в штатах да но основной объем торгуется там либо 50 на 50 объема торгуется где-то в гонконге вот эти истории они очень хорошо арбитражатся есть целые фонды целая организация которые занимаются такого рода арбитража на самых крупных на очень ликвидных инструментах конечно там успеть будет очень сложно сочные какие-то расхождения взять вот там достаточно быстро вы алгоритмы работают но чуть больше меньше какие-то такие мини ликвидные инструменты они хорошо арбитражатся нашим с вами обычным капиталом вот по поводу арбитража поговорили супер всем хорошей торговой недели до встречи в пятницу будем подводить итоги торговой недели всем хорошей торговой так и Субтитры создавал DimaTorzok